О! Что ты хотел, грязный пузырь? А-а-а! Грязный пузырь! Куда делся славный ГП? Что ты с ним сделал, супернерашливый суперзлодей? А-а-а! Что ты сделал с ГП? А-а-а! 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 ГП! Сокращение от грязного пузыря, верно? Да, губка-баб, это я. Я пытался бросить злодейство и стать чистым. Ух ты! Перевоспитание суперзлодея! Я тебе помогу. Ты будешь чистым-причистым, ни пятнышка. О-хо-хо! Хватит бездельничать, мистер пузырь! У меня есть для вас работёнка! Новое задание. Крайне ответственно и очень изысканно. О-у-ля-ля! Обарка туалета! А-а-а! Какой кошмар! Он должен сиять! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Ну всё, он ушёл. Не волнуйся о туалете, ГП. Я отмою всё за тебя. Приступим, Мономи! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Грязь, грязь, прекрасная грязь! Только не это! ГП! Берегись! Все вокруг измажу гадкой грязью! Грязью я измажу всё вокруг! Грязно будет, так и знай! Смотри, штаны не потеряй! Спасибо, что очистил меня губка, Боб! Не волнуйся, ГП! Нам просто нужно отмыть все твои грязные мысли! Много недель губка, Боб, берег чистоту и добрый нрав ГП! О-о-о! Та-дам! Хе-хе-хе-хе-хе! А-а-а! Болотистая местность Да-а-а! Да-а-а! Да-а-а-а-а-а-а-а-а! А-а-а! Да-а-а-а! М-м-м! М-м-м! Приятного аппетита! Ха-ха-ха-ха! Ну, ГП, похоже, ты исцелен! Ты не пачкался много недель! Благодаря тебе, губка, Боб, я могу забыть про грязь! Ха-ха-ха-ха! Это что-то о грязи! Фу! О-о-о! Ха-ха-ха-ха! Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да! Ха-ха-ха-ха-ха! Хотел ты натуру мою изменить! Но я хочу быть грязным! Хочу гладеем быть! Ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! О-о-о! Как мило! Он нашел свою радугу! Ой-ой-ой! Разночитываю! Мейключер-крас, вы должны успокоиться! Ха-ха-ха-ха! Эй-и-и-и-и! А-а-а! А-а-а! Я тебя вручу! Расслабься, кротышка-крат! Эй, ты! Убери свои мускулистые клевни! Отпусти ты! Как-то лучше! Доверься целительной силе моих мышц! Чувствую себя защищенным! Эх, полегчало? Что? Ты его отпустишь? Караул! Плита все еще включена! Не пойму, что со мной творится. В Красти Крабе столько работы. Дух перевести некогда. Похоже, что кое-кому нужен отпуск. Я не прочь позаботиться о себе. Не волнуйтесь, мы со Сквидвардом присмотрим за рестораном, пока вас нет. Хм! Ваш заказ? Простите, но я не могу доверить его вам. Ресторану нужна сильная клешня, твердая, как скала, способная выдержать любой вес. Ну, у кого есть такая сила? Пссс, пссс, он, он. Точно! Ларри, ты мог бы поуправлять Красти Крабом, пока я в отпуске. У Ларри полно дел в спортзале. Ну же, Ларри, это весело. Веселье это по мне. Ларри в игре. По рукам. Привет, Ларри. Как тебе нравится работа? Ларри-то все по душе. Но ваши клиенты, они всегда так едят. О, нет. Обычно они едят так. Бедные создания. Кто-то должен привести их в форму. Что желаете? Э-э, я буду двойной Крабсбюргер, Краби-картошку и... Что еще? Краби-газировку и Краби... Моя нога! Эй, чем могу вам помойой? Так, мне Краби салат с двойной заправкой. Еще 60 минут на этой беговой дорожке. Вот ваш... Вот и ваш заказ. Не забудьте салат на гарнир. Да, толкай, толкай. Толкай! Толкай! Ладно, ладно, буду толкать Толкай! Толкай! Да, победа! Теперь наслаждайтесь крабсбургером Ура! Он слишком устал, чтобы есть Забудьте про крабсбургеры, они уже прошли Ну, Ари, клиенты ходят сюда только ради них Ну, теперь уже нет Мы будем подавать только салат и протеиновый коктейль Ух ты, коктейль! Можно попробовать Нравится? Нет, Ларри, нет С ним ты будешь в форме Я не хочу быть в форме Я хочу вернуть крабсбургеры Каждый хочет быть в форме Да, форма! Ну, Ари, я считаю, что мы должны готовить крабсбургеры Клиенты их Фуфуфуфуфуфуфу Фуфуфуфуфуфуфуфа Фуфуфуфуфуфуфуфуф Фуфуфуфуфуфуфуфуфа Здоровый крав Губка-боб Губка-боб Квинфорд! Бодрее, мальчики! Разносим коктейли и поднимаем сердечный ритм Простите. Ужасное питание. Надо уносить ноги. Слушай, Патрик, ты мог бы прибавить температуру где-то на полградуса? Ладно. Нужно переворачивать котлету под часовой стрелкой, потому что клиент всегда чувствует разницу. Если ты так говоришь, босс. А, нет, Патрик, мы это обсуждали. Запомни, булка, котлета, сыр, огурчик, лук, томат, булка. Не булка, котлета, сыр, лук, огурчик, томат, булка. Ну все, я думал, будет весело. А оказалось совсем по-другому. Я ухожу. Можешь забрать. Ну, Патрик, ты мой лучший содружник. Чтой. Ого, сразу видно, ты ломтик от доброго куска. С плитой справишься? Ха-ха-ха, пусть и нанят. Мистер Сквидвард, рановато отдыхать. Меня ждет постоянный отдых. От тебя я ухожу. Нет. Мне нужны сотрудники. А что, если секундочку, друзья? А что, если секундочку, друзья? Ну вот, все под контролем, мистер Канн, гарантирую. Ну, вот, я все пролила. Ой, поскользнулся. Нет. Эй, почему терк не работает? Эй, о нет. А маме тут слишком жарко. Тут слишком холодно. Что мне делать? Что делать? Что делать? Эй, сейчас же замолчите! Ах-ха-ха-ха! Ааа! Ааа! Не обращайте внимания, я пришел освободить место. О, нет, мои ломтики! А-а-а! Прошу вас, стойте вы, испортите впечатление о Крайсе Крабе! Мистер Краб, вы поправились? Извините, что подвел, я лишь хотел быть хорошим боссом. Совсем как вы. А-а-а, не стоит рвать паруса по пустякам, парень. Никто не может быть, как я. Особенно ты. К тому же, ты избавил меня от месяцев в гипсе. Если бы не я распривиди того, как ты разрушаешь мой ресторан, я не нашел бы сил исцелиться так быстро. О, значит, я все же в чем-то хорош. О-о-о, нет, 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 даже и не думай, ты был худшим боссом в мире. Ты будешь много лет работать бесплатно, чтобы оплатить ущерб, который ты вызвал. Хе-хе-хе-хе. Спасибо, мистер Крабс, вы лучший босс на свете. Миссис Пав, не забудьте прочесть записку. Когда же он отстанет от меня? О, нет, вот опять. Если мой надзиратель узнает, у меня нет шансов. Меня же на всю жизнь посадят. Какая неприятность приключилась. Прекрасно, повторяйте за мной. Это моя касса. Таких много в мире, но это моя. Таких много в мире, но это моя. Дальше. Как любое старье, этот аппарат с характером. Нажимая на кнопку и того, что вы делаете? Ничего. Вы не записываете? Не забывайте хорошие оценки, результат прилежных записей. Я знаю, губка Боб, я учила тебя этой фразе. Ничего, миссис Пав, можете взять сегодня мой блокнот. О чем это я? Ах, да, кнопка и того залипает, поэтому жать надо сильно, но не слишком сильно. Вам понятно? Сильно, но не слишком сильно. Отлично! Своим усердием вы заслужили стикер. Соберите десять и получите супер стикер. Давайте поучимся обслуживать клиентов с помощью ролевой игры. Я клиент, а вы меня хорошо обслужите. Договорились? Ладно. Хеллоу, леди! Я очарован вами! Ха, славный костюм, губка Боб. Простите, но я знать не знаю губку вашего. Меня зовут герцог Томас Файзер Маффин, и я зашел в этот жаркий день отведать ланч. Конечно, мистер Файзер Маффин. И что вы желаете отведать? Псс, нисис Пав, это я, губка Боб. Думаю, дело пойдет лучше, если называть его герцогом. Ах, в смысле называть тебя герцогом? Ну да, как же еще меня называть? Я же герцог все-таки. Так, я возьму поесть, если вы не возражаете. Да, герцог, что именно? Я буду тост с фасолью, пожалуйста. Хорошо, будет вам тост с фасолью. Псс, нисис Пав, это опять я, губка Боб. Сообщите герцогу, что мы не подаем тосты с фасолью. Это же смехотворно! Лучше бы объяснил мне мои обязанности и сок. Как ты смеешь орать на покупателей? Герцог мой постоянный клиент. И, надеюсь, мне не нужно объяснять, что будет, если ты начнешь отпугивать клиентов или нужно. О, боже, я поняла ваш намек, мистер Крабс. Чтобы этого больше не было. Паф. Я вижу, у вас возникли трудности на первых порах, но вы сами не заметите, как справитесь. А, вот идет другой клиент. Посмотрим, как вы усвоили материал. Удачи. Добро пожаловать в Крэсти Крабс, сэр. Могу я принять заказ? Есть! Одну крабовую котлету, пожалуйста. С вас один доллар. Спасибо. Молодец, миссис Пав. Так, осталось передать заказ повару. Одна крабовая котлета. О, миссис Пав. Что? Должно быть, вы забыли, что заказ нужно подавать в письменном виде. Это лучший способ достичь максимальной ясности. Ладно, вот тебе письменная форма. Одна крабовая котлета. Миссис Пав. Что еще? Я не могу начать готовить без звонка. Благодарю. Только не так сильно в следующий раз, ладно? О, боже мой, сколько можно я не... Ваш заказ. Пока все в порядке, студент. Теперь вы доставите котлету клиенту. Осторожно, но быстро. Я бы в ту сторону не пошел. Направо будет быстрее, миссис Пав. Осторожно. Хватит меня. Эй, впереди пешеходы. Здесь дыра в полу. Бегитесь, миссис Пав. Теперь увожу из-под удара. И крабсбургер не пострадал. Молодец, миссис Пав. Ваш первый довольный клиент. Хотя придется вычесть очки за посадку. Хватит. Мне уже все равно. Это того не стоит. А вот и мой маленький денежный станочек. Ты сегодня собираешься наделать для меня много денежек? Да, сэр. О, как было бы здорово, если бы был еще один такой же. Один, два. И их двое. Он выглядит как ты. Он пахнет как ты. И на вкус он такой же, как ты. И он обожает работать прямо как ты. Ау. Ну что, это так? Пожалуйста, 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 пожалуйста. Да, сэр. Ты получил на работу. Ты должен брать у людей деньги и класть их сюда. Ух ты. А можно потрогать? Деньги? Сгорают. 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 Спаджбоб, кто виновен в том, что это произошло? Я. Наверное, я, мистер Крабс. Ты на испытательном сроке. Что ж, Стэнли, благодаря тебе я на испытательном сроке. Если хочешь сохранить эту работу, тебе лучше... Покупатель зашел на борт. Боевая готовность! Боевая готовность! Готов к исполнению! Ой, мой первый покупатель. Привет, я Стэнли. О, это так волнующе. Хм, я бы хотел... Стойте, стойте, подождите. А? Я не хотел бы забыть это мгновение. Сырис. Ну вот, я запомню его навсегда. А теперь давайте в смешных шляпах. И как будто мы злимся друг на друга. Ху-ху-ху! Вот бы поскорее мне их напечатали. Я сказал, я готов, Стэнли. А-а-а! Банч Боб! Что все это означает? Твое рабочее место очень грязное. Неужели ты можешь так работать, сынок? Например, твой кузен Стэнли украсил свое рабочее место фотографиями с важными покупателями. Эм, сэр. Да, сынок. Насчет моего кузена Стэнли. Да-да, того, которого я нанял по твоим рекомендациям. Поскорее, сынок. Что ж, вообще-то, сэр, то, что я вам про него сказал... Что? Ты же не наврал мне, чтобы я устроил твоего кузена на работу, а? Нет. Отлично. Потому что у меня куча таких бедных родственников. О, это правда. Какая разница? Я даже отказал моим обожаемым племянникам. О, дядя Крабс! Они решают головоломки. Хе-хе-хе-хе. А теперь решите головоломку. Почему вы безработные? Стэнли, я больше не буду прикрывать тебя. А-а-а! Только не лопаточка! Моя лопаточка. Самое близкое и дорогое, что у меня есть. Спонж-боб, что во имя Нептуна здесь? О, ты сломал свою лопаточку. Как жалко. Завтра я закажу другую, сынок. Нет! 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 Я не ломал свою лопаточку! Это все он! А еще, это именно он сжег ваши деньги. А я прикрывал его, потому что он ничемошеньки не умеет делать правильно. он прав. Я порчу все, к чему прикасаюсь. Постойте минуточку. Я знаю идеальную работу для тебя. Удачи тебе на новой работе, кузен Стэнли. Спасибо. Уверен, что с ней-то я справлюсь. Доброе утро, мистер Квадратные Штаны. Доброе утро, босс. Я не могу в это поверить. Этот идиот Крабс позволил родственнику своего лужо-работника что ж, теперь мне конец. Простите, босс. Добро пожаловать в Красти Краб. Позвольте принять заказ. У меня. Я вижу, Сквидворд не получил последнее письмо от компании. Теперь Карен будет выполнять ваши обязанности, мистер Сквидворд. Она эффективна, а самое важное, ей не надо платить. Выходит, я уволен, не принимаю заказы, больше не общаюсь с посетителями и губки Боба больше не будет. Свобода! Свобода! Не спешите, мистер Сквидворд. Привет, можно мне крабсбургер и коралловые чипсы? Крабсбургер получишь тогда, когда я буду готова. Прости, просто неожиданный всплеск эмоций. Знаете, что я делаю, когда плохое настроение? Дефрагментацию жесткого диска? Нет, отдаю все силы лучшему ресторану на свете Красти Краб. Что такое? Что такое? Да не понимаю, что это? Ну, надо же. Эй, почему мы остановились, Карен 2? Пойми, секретный рецепт сам себя не украдет. Я пытаюсь открыть дверь. Ты не снабдил меня руками, между прочим. Да, это похоже на правду. Ладно, я сам. Что она здесь делает? Карен? Работает в Красти Краб? Что за... Ура! Ура! О, кого я вижу, разрушительница семей. А ты, отживший свой век аналоговый хлам. Аналоговый? Кого ты назвала аналоговой? Я вижу, ты с успехом исполняешь роль кослоаппарата. Зато я не выгляжу, как будто меня спроектировали выполнять функцию пылесоса. Я хотя бы могу сказать, что меня спроектировали. Ну, я сейчас... Ржавая железяка. А ты несчастный тостер. Жалкое подобие домохозяйки. Что здесь происходит? Не знаю, но я ставлю на то, что с хромированным задом. Хотите сделать ставку? Добро пожаловать на поединок века, где всего за пять долларов девяносто девять центов плюс оплата за два крабсбургера вы получите ответ на извечный вопрос. Что же лучше? Интегральные микросхемы? Да я твою материнскую плату просто раздавлю. Или проверенные временем трубки идиоты. А я тебе все куки спугаю. Попробуй. Стойте. Так я никогда не получу секретный рецепт. Дефрагментация реестра. Ау. Планктон. Ааа. Хватит. Он ранен. Может, полотенце выкинешь? Ты бессердечная домашняя страница. Ура! Ты не будешь топтать моего мужа. Планки, скажи что-нибудь. Отнеси меня домой, дорогая. Хоть ты и жалкая, козявка, я никогда не смогу. А? тебя злиться. Карен! Не покидай меня, Карен! Не покидай! Только бы заработала. О, Карен! Умоляю, проснись! Я обещаю больше не относиться к тебе, как раньше. Что случилось? Я прошел проверку жизни, вот что. Ладно, пошли домой, в чембакет, дорогая. мне снился очень странный сон, что я не одна, а меня две. Две? Да, это странно. Ну и дела? Сплошные убытки. Что мне теперь делать? Можно восстановить Карен 2. Добро пожаловать в Красти Краб. Будете делать заказ. Бейб. Продолжай, Сквидвард. Дети любят роботов. Эх, я на все готов, лишь бы мы не макали головой в унитаз. Привет, Сквидвард. Я считал, что ты в отпуске. В отпуске, конечно. Я же сказал тебе, ты в отпуске. Отпуск? Это как? Ну, это когда не нужно приходить на работу. А, что? Нет, что мне делать весь день? Я не знаю. Гуляй, развлекайся, делай, что тебе хочется, только сюда не приходи. А кто будет здесь готовить? очистить гриль без меня? Сквидварду не справиться в одиночку? Я и не собирался. Временно здесь будет бесплатный сотрудник в качестве твоего заместителя. Доброе утро, босс. Сегодня мой первый день. Прекрасно. Наконец, у нас будет работать звезда. Вместо меня? Да, спонжбоб. Ладно, хватит время терять. Хорошо, босс. Подожди, Патрик, это тебе пригодится для работы. А-а-а-а! Эй, вы нарисовали мой портрет на этой пузочесалке? А-а-а! А-а-а! У-у-у-у-у-у! Ух ты! Она чешет спинку! Ладно, я разберусь, спонжбоб. Иди домой и начинай отдыхать. Я должен показать Патрику, как переворачивать корабль. Я в отпуске, Гэри, и мне нельзя ходить на работу. А-а-а! У меня пусто в желудке. Мистер Крабс запретил мне работать в Красти Краб, но не сказал, что нельзя там есть. Это мой шанс вернуться туда. Убирайся, спонжбоб. Ты портишь мой отпуск. от тебя. Я пришел не для того, Сквидвард. Спонжбоб, мне все сначала объяснять? Я пришел как клиент, а не как работник. Мы собирались с Патриком пообедать у вас. Хорошо, можешь обедать, но стоит тебе коснуться лопаточки, и ты проведешь свой отпуск в морозилке. Даю вам слово, сэр. Никакой работы. Привет, Патрик, пора обедать. А-а-а! Патрик, не нужно так делать. Гриль надо включать точно на 298 по Фаренгейту. Патрик, так не готовят крабсбургеры? Смачбоб. Что я тебе сказал про работу? Стойте, это не считается. И не приходи больше. Но мои знания помогут Патрику постичь высокие стандарты красти краба. Все находится под контролем. И чтобы даже духу здесь твоего не было, пока не закончится отпуск. Ясно? Да, мистер Крабс. Вот и славно. Дуй отсюда и не вздумай снова заявиться. Я в работе Красти Краб у плиты стою весь день. Шарю Красти Краб в ресторане. Крабсбургер. Кажется, я что-то перепутал. Лучшие годы своей жизни я отдал этой работе. Они думают, что могут меня просто выбросить как мусор, но нет. Спальшоп. Погодите. Это ты? Да, тебя дожидаюсь, Патрик. Ага. Спальшоп, мне страшно. Заказывайте. Один Крабсбургер. Одно круглое на тарелке. Не может быть. Патрик, ты стал готовить в сто раз быстрее и лучше. Поздравляю, парень, ты все-таки освоился. Что? Спанч Боб, неудивительно, Патрик бы столько Крабсбургеров не наготовил. Прости, а что с ним случилось? О, я сказал ему сидеть дома и смотреть телевизор. Почему ты это сделал? О, мистер Крабс, это горелое масло в Красти Краб для меня родное. Я не хочу уходить отсюда. Да и не нужно. Твой отпуск закончился, и мне не придется за него платить, как требовал Союз. Сэкономили кучу денег? Да, можешь не сомневаться. Хе-хе, вот она здесь. Ого, моя зарплата за год. И не вздумай просить прибавки. Шиво заработал. Я-ха! Рад повиноваться. Эй, а почему бы тебе не встать за нашу плиту, чтобы вспомнить прошлое? Да легко, покрабс, если заплатишь. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! А-ха-ха-ха-ха-ха! О-о-о! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ах! Ты всегда знал, как меня рассмешить. Таких сотрудников уже нигде не сыщешь. Хе-хе-хе. Да! Если только не поискать прямо напротив вас! О! Ты прав, малыш. Я очень ценю тебя, Сквидворд. Кажется, я нашел смысл жизни. Так что, про Крабсбургер? Эй, вы все, смотрите и учитесь. Смотреть запрещено. Крабсбургер самый лучший. Это произведение искусства. Да что в этом Крабсбургере такого замечательного? Ну, ничего. Ух ты! Это было невероятно. Мистер Джим, сэр. О, эй, ты, ты, ты тут полы моешь, да? Я новый шеф-повар, сэр. О, это ты приготовил ту развалину, которую я видел, да? А у вас нет каких-нибудь советов для новичков? Есть. Нельзя наступать на еду. Прошу, научите меня. Я мечтаю учиться у ног великого мастера. Вот это другой разговор. Я согласен. Да, огурчик был слишком толстый. Держи. 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 Хватит. Слишком много горчицы, видишь? Да. Держи. 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 Ой, гадость Сванч Боб Не волнуйтесь, мистер Крабс Я уже ухожу Я никогда не смогу стать таким шеф-поваром, как Джим Поэтому с тяжелым сердцем я покидаю свою должность шеф-повара Да что ты придумал, Спанч Боб? Мне не нужна эта работа Но ты же самый лучший шеф-повар на свете Красти Краб заслуживает лучшего повара, чем я Все, что ты сейчас сказал, конечно, верно, Спанч Боб Но есть причина, по которой я ушел из Красти Краб Привет, мистер Крабс Есть разговор? Все, что хочешь, Джимми, дорогой Присаживайся и все выгладывай Скажи, что там у тебя на уме, Джим? Выложу тебе все, Крабс Слушай сюда Я работаю на тебя сутками Лучшего ты подкинул мне немного Или я спешу с этого места Что, прости? Ты понял? Раскошеливайся Не расслышал? Дай мне повышение, или я уволюсь Повышение? Хм, в словаре такого нету Может, поищем вместе, Джим? Перестань поясничать Эти баки не настоящие Мне нужна прибавка к зарплате в конце каждой недели Понятно? Мои волосы Мои прекрасные волосы Мои волосы Сегодня это еще все так же смешно, как и было тогда Ну вот Видишь, Смачбоб? У тебя есть одно качество, которого у Джима не было Ты дешевый Ух ты! Я об этом никогда не думал У вас есть секреты? У всех у нас есть секреты, Губка Боб А мой займет всего 15 минут Может быть, 20 Если обработать кутикулу Понятно, сэр А кто будет за главного, пока вас нет? Так, не Сквидвард И не он Уж точно не он Ну ладно, хорошо Ты за главного Я? Ты за главного Но всего на 15 минут Я за главного? Да, конечно, почему нет? Ты согласен, малыш? Я вас не подведу, сэр Ну, конечно Я вернусь через 15 минут Может быть, хочешь узнать секрет? Твой еще секрет? Видишь того парня вон там? Вижу Он давно хочет стать поваром И ты его герой Кто? Я? Может быть, ты преподашь ему пару уроков? Пусть сам приготовит себе крафсбургер И не жди бурной реакции Он засенчивый Ха-ха! Это будет смешно! Привет, приятель! Да, это я Губка Боб Твой любимый повар Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Вот это мой гриль Именно здесь волшебство и происходит А вот это моя любимая лопаточка Можешь начинать жарить крабсбургеры Я зайду к тебе попозже, мой маленький поклонник Ха-ха! Губка Боб во всё готов поверить Ха-ха! Заказ на столик 12 Губка Боб, что же ты делаешь? Подаю заказ Ты подаёшь крабсбургеры своими руками? Ты что, не видишь, какие грязные у тебя руки? Неужели? Но твои ноги, они напротив очень чистые Подумай об этом Они под защитой твоих носков и ботинок целый день О-о-о-о! Теперь мне стало всё понятно Один крабсбургер, поданный самым чистым в мире способом Свежий, трофленький, хрустящий крабсбургер И большая кола Угощайтесь! Эй, а где моя еда? Вот, можешь взять мою Доставка! Что, что? Здесь всё, что вы заказывали Расписывайтесь Эй, мою ручку! О, простите Доставили! 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 Кубка Боб! Это что ещё за мусор? Раз уж я тут за главного, я решил изменить интерьер в красти крабе Я сделаю его таким симпатичным Да, желаю удачи Эй, Сквидвард! Я тут главный Так что давай, развлекайся Каким образом? Покрась стену, застели столы, развись санавески Помой окна, протри стулья, повесь картины Прочисть туалерты О, как тебе повезло! О, а ты... Эй, Губка Боб Хочешь узнать ещё один секрет красти краба? А, ещё один секрет красти краба? Да А, а знаешь, как мистер Крабс привлекает всех своих посетителей? Да Заниженные ожидания А это что? Это место похоже на помойку Так что еда окажется ещё вкуснее по сравнению с ним И если ты хочешь удивить мистера Крабса Сделай здесь всё ещё грязнее Ещё грязнее? Бросай мусор прямо на пол Сломай мебель и никогда ничего не мой Так делают в чембакке Да, но ты-то сделаешь это нарочно О-о-о-о-о-о-о-о-о Как тебе это скрипло? Просто замечательно То есть отвратительно Надеюсь, вам нравится наш интерьер В следующий раз я выбираю ресторан Ничто не делает мужчину мужчиной, как качественный маникюр Посмотрим, как губка Боб справился со своими обязанностями. Эй, тебя подвести? Ты, наверное, опаздываешь на конференцию идиотов. Это так унизительно. Я спрут, меня возьми повар! Можно отнять у меня лопаточку, но если отнять у меня достоинство, вот тогда я прихожу в ярость. Я пойду прямо в офис мистера Крабса и скажу ему, что это уже слишком. Давай, Спанч Боб, у тебя получится. Давай. Мистер Крабс, можно войти? Сходи, малыш. Садись. Спасибо, мистер Крабс. Тебе нравится мой новый офис? Его оформила перл? Мистер Крабс, у нас проблема. Разве это не самое удобное кресло на свете? Конечно, но у меня есть плохие новости. А как тебе мой новый приятель снимает напряжение всего за девять с половиной долларов? Садись, Крабс. Перл погубит Красти Краб. Что? Да Перл спасает Красти Краб. То есть славный Краб. Что бы мы делали без этих настенных изображений морских коньков за двадцать долларов? Как бы мы жили без лампочек в виде сердечек за тридцать пять долларов? Как бы мы жили без этих морских папоротников на каждом столе? Это модно, это круто, это здорово, это... Это потеря денег. Ты прав, Спанч Боб. Я не могу уволить мою гордость, это разобьет ей сердце. Что же мне делать? Спокойно, мистер Крабс. Есть другой способ. Это точно. Что? Ты уволишь ее. Пусть она тебя ненавидит. Но я не это имел в виду, сэр. Значит, договорились. Ты уволишь Перл, я спрячусь в офисе. Ох, какой ты неуклюжий, Спанч Боб. Я могу поговорить с тобой на кухне? Конечно, Спанч Боб. Как же я обрушу это на нее. Я никогда раньше никого не увольнял. Я должен просто сказать, Перл, ты уволена. Хорошо, смелее. Ага. Ага. Спанч Боб. Я больше не вынесу этого. У меня ничего не получается. Да нет же, Перл, посмотри. Посетители едят салаты. Нет. Разве ты не понимаешь? Я с самого первого дня делала все, чтобы меня уволили. Я только притворяла, что мне нравится это место, чтобы угодить папе. Эта работа вмешивается в мою социальную жизнь. О, Спанч Боб, что мне делать? Я придумал. Я мог бы притвориться, что уволил тебя. Я приму гнев Грабса на себя. Неужели ты это сделаешь для меня? Ты отличный парень, Спанч Боб. Как я могу отблагодарить тебя? Отпусти меня. Пожалуйста. О, Спанч Боб. Перл, нужно, чтобы все выглядело правдоподобно. Перл, мне нужно с тобой поговорить. Нет. Начинается. Не знаю, смогу ли я это выдержать. Дело не в том, что ты плохо здесь со всем справляешься, просто... О, не надо так жестоко с ней. Почему все должно быть именно так? Все к лучшему. Мы думаем, что для всех будет лучше, если ты... Я этого не позволю. Давай же, Спанч Боб. Ты уволена. Спасибо, Спанч Боб. Вперед, ребята. Веселье ждет. Мистер Крабс, я сделал это. Двадцатка. О, Спанч Боб. Как мы могли так поступить с моей плотью и кровью? Ну-ну, мистер Крабс, Перл отлично приняла эту новость. Она даже обрадовалась. Правда? Она ушла, чтобы сделать нечто большее. Это моя девочка, крепкая, как сталь, как и ее старик. Ну как же мне вернуть мои деньги за все это барахло? Отлично! Разве это не здорово, Гэри? Это стоило мне всего лишь годового жалования. Мау!